Всем привет, ребят, с вами Джейн Си и сегодня мы с вами поиграем во что-то кроме Майнкрафта. Наверное, все в детстве хотели создать свою игру, после того, как поиграли в первые готики, там, в самые ранние части The Elder Scrolls. Ну, не знаю, после этого мне хотелось создать свою игру, что-то привнести, значит, что-то добавить, там. И, в общем, я надеюсь, вы меня понимаете. И недавно выпустилась такая игра, которая позволяет не только сделать свою игру, а позволяет сделать свою просто компанию. Компанию по, собственно, производству игр. По-моему, это замечательно, то есть наша компания будет развиваться, мы будем делать все новые и новые игры. Ну и давайте посмотрим, что у меня, собственно, с этим получится. Игра называется Game Dev Tycoon и давайте же приступим. Я уже совсем немножечко поиграл. И вот мы, значит, создаем свою компанию и своего персонажа. Сначала мы начинаем в гараже делать свои игры и все тому подобное. Значит, играть мы будем 30 лет, то есть наша компания будет существовать 30 лет. Вот, видите, здесь ноль у нас фанатов, денег 70 тысяч. И первый год, первый месяц и первая неделя, значит. Название компании. Так, дайте мне подумать, с фантазией у меня не очень. Так, имя игрока. Ну, это не никнейм, значит, мы не будем писать GNC, мы напишем мое имя. А вот название компании, я на самом деле не знаю, что мне придумать. Давайте так и напишем, что-то вроде GNC Games. Вот так вот и ничего более. Продолжить. Хорошо. Вот, значит, наша комната для создания игр, если можно ее так назвать. Потому что именно здесь мы, собственно, игры и будем делать. Мы начинаем с маленького гаража. О боже, уже начинается ежемесячный расход. Так что давайте побыстрее создадим новую игру. Я очень большой фанат серии игр RPG. Поэтому, пожалуй, я и буду создавать RPG игры для начала. Но потом посмотрим. Вот, что у нас есть здесь. Название игры, значит, тематика, жанр и платформа. Тематика у нас будет... Пока что у нас здесь мало тематик. Ну, вы видите, их здесь очень много. Но у нас открыто только четыре. Спорт, военное, средневековье и космос. Я, пожалуй, выберу средневековье. Так как мы будем делать RPG. А RPG и средневековье, это, я считаю, хорошее сочетание. RPG, значит. Платформа. В принципе, у нас есть здесь две платформы. Это G64 и PC. Но так как G64 сейчас у нее больше доля рынка, то, в принципе, можно делать для нее игры. Но я выберу PC. Вы спросите, почему? Потому что G64, она сейчас хороша, а потом уже начнет... Больше пользователей начнут из-за PC. Ну, соответственно, появится куча-куча новых платформ. Но, во-первых, PC дешевле. Я, пожалуй, выберу PC. И название игры. Сейчас опять будет плестать моя фантазия. Конечно же, я могу, допустим, делать игры по типу Готики или The Elder Scrolls. Просто написать их название и дальше делать. Но так неинтересно. Мы будем делать свои игры. По-моему, так намного круче. Ну, значит, как мы ее назовем? Давайте подумаем. Надо что-то такое с элементом средневековья, там, связанное с мечами, с магией. Я не знаю, честно, что придумать. Так, 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 так. Давайте напишем. Боже, я в заблуждении, ребят. У меня... Ну, в PC просто не представляет. Надо же делать такую игру, чтобы она была прям просто шик. Ей поставили лучшие оценки. Так что нужно придумать что-то крутое. И после этих слов мне не лезет ничего в голову, что можно придумать такое прям, что блестящее, так сказать. Давайте одним таким словом назовем, и это будет там сикл, и потом для нее будем делать. Но это уже потом, когда у нас появится побольше компания, а не гараж. Ммм, чёрт. Давайте назовем его Древний мир. Я не знаю, почему, но... Это первое, что мне пришло в голову, так что пускай так и будет. Так, дальше у нас есть здесь выбор графики. Мы можем сделать текстовую основу и можем сделать 2D графику. Ну, я думаю, будем делать хорошую игру. В принципе, хорошая игра может быть из текстовой основы. Ну, я выберу, пожалуй, 2D графику. Хорошо, и вот наша игра уже по чуть-чуть начинает создаваться. Вот дизайн, технологии, пока что багов нету. И, значит, первая стадия разработки. Древний мир, Средневековье и РПГ. Что нам нужно для РПГ? Конечно же, нам нужно на максимум историю и квесты, так как это самое интересное в РПГ. Мы сделаем геймплей, движок поменьше и, пожалуй, нажмем ОК. Потому что самое интересное в РПГшках, насколько я знаю, вот по типу Готики, по типу Зелдер Скроллс, это, конечно же, сюжет. Поэтому сюжет главный в РПГшках. Диалоги на максимум. Ну, и это, пожалуй, так и оставим. Надеюсь, у нашей игры будут хорошие оценки. Ну, я могу только на это надеяться. Ну, пожалуй, будем надеяться. Так, дизайн мира... Нет, звуки должны быть у нас на максимум. В хорошей РПГшке, особенно старой, должна быть хорошая музыка, чтобы втеляла атмосферу играм, так сказать. Ну, это я так считаю. Ну, графику мы чуть побольше сделаем. Ну, дизайн мира вот так вот, я думаю. Хорошо, хорошо, хорошо. У нас есть уже очки исследований. Сейчас мы их куда-нибудь потратим. Ждем, пока отрегулируются все баги. И, в принципе, можно уже завершать. Дизайн у нас 13, 11 технология. Так что, думаю, получится что-то крутое. Так, значит, мы получаем опыты. Дизайн мира. Вот, 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 вот. Все себе прокачиваем. Потом будут доступны, соответственно, новые обновления. И давайте выпустим нашу первую игру. И посмотрим, какие же оценки ей дадут компании. Так, так. Ну, семерка. Из десяти, в принципе, неплохо для первой игры. Очень даже неплохо. Бывало такое, что я первыми играми пробовал какие-то там шутеры делать. И у меня были единички полностью все оценки. Но, как вы видите, здесь оценки хорошие. Хорошая игра. Среди века RPG отличное сочетание. Очень приятно. И играю днями. И это не может не радовать. Хорошо, вот сейчас новости GNC Games. Но, прибывшие в игровую индустрию, только что выпустили свою первую игру. Под названием Древний мир. Игра получила благоприятные отзывы. С таким хорошим началом GNC Games, несомненно, быстро найдут фанатов. Сейчас, значит, мы... В нашей игре будут начисляться копии. Копии. Древний мир продан в количестве 1122 копий за первую неделю. С начала продаж. Мы добрались в хит-парад на 30-е место. Хит-парад это отлично. Вот в начале игры я никогда не добирался до хит-парада. Я даже в сотку не уходил. У меня там игры получали тройки, четверки. Но, я так понял, сочетание в RPG-шках я немножечко разбираюсь, что там нужно. Так что у меня получилось вроде бы неплохо. Что теперь у меня 21 фанат. Это только за первую эту неделю. Или что это такое? Древний мир добился рекордных продаж. Компания с более чем 10 тысячами проданных копий. Это является важным этапом в истории GNC Games. Это рекорд продаж. Этому нельзя не радоваться. Это замечательно, так сказать. Хорошо, хорошо. Мы ждем наших продаж. Деньги у нас начинают появляться. И мы можем что-нибудь доисследовать себе. Для начала, пожалуй, мы исследуем какую-нибудь новую тематику. Хотя, в принципе, нам и так что-то сказать не нужно. Но если мы сделаем еще одну средневековую RPG-шку, то фанаты наши, которых 78, напишут. О, какой ужас. Делаешь только RPG. Это скучно, скучно, скучно. Поэтому нужно делать и какие-то другие игры. Давайте возьмем пират. А я, на самом деле, очень люблю пиратские игры тоже. Вот в Корсары свое время днями мог играть. Да, и сейчас, в принципе. Фильм тоже очень нравится. Так что, я думаю, оценят. Оценят игры про пиратов, ребята. Вы успешно сделали новую тематику. Хорошо, что у нас там новенького в исследованиях. Новый движок нам пока что не нужен, потому что у нас толкового до исследования нет. Так, давайте посмотрим, что мы добились в Древнем мире. Это копии проданы неплохо, неплохо, неплохо. Значит, стоимость и доход превысили, как вы видите. Прибыль. Общая оценка 7,5. Вот когда я первый раз играл, я тоже делал RPG-шку. И она там вообще просто миллионник была. Там все десятки. Древний мир снятый продаж. Было продано 19,655 копий. Общий доход 137,617. Это неплохо для первой игры. Очень даже неплохо. Так, новая индустрия. Недавние исследования рынка предполагают, что Gavador G64 устойчиво превосходит в цене конкурентов в секторе PC. А потребители предпочитают более низкую цену, большую доступность и гибкую конфигурацию аппаратных средств по сравнению с дорогими домашними компьютерами. Эксперты говорят, что могло бы означать конец конкурирующих производителей аппаратных средств. Но мы все это слушать не будем. Мы будем делать игры для PC. Потому что потом, в будущем, там же будут и iPad'ы, и все что угодно. На iPhone там, ну вы понимаете. Но это будет еще не скоро. У нас вот пока что первый год, восьмой месяц и неделя вторая. То есть мы еще в далеком-далеком прошлом и делаем старенькие игры. Значит... Ага, давайте попробуем еще одну игру сделать. Только в этот раз на тематику пиратства. Как бы... Боже, я опять сталкиваюсь с этой проблемой. Как бы ее назвать? И такого, чтобы сказать, придумать я не могу. Что такое пооригинальный придумать? Конечно, я мог бы назвать ее просто корсарой и начать создавать. Но я хочу, чтобы все игры были чисто мои, с моими названиями. Это, как мне кажется, гораздо интереснее. Давайте ее назовем просто пиратство. Я не знаю, по-моему, правильно написал. Пиратство, значит... Или как-нибудь по-другому. Пускай будет пиратство, значит. Жанр пират. RPG или приключения, вот я думаю. Давайте все-таки RPG. Ну и платформа у нас PC. Далее. Ну, 2D графику это понятно. Деньги у нас есть. С первой игры мы получили, значит, неплохо. Ну, история квеста у нас, как всегда, в приоритете... Нет, нет. В этот раз в приоритете будет тяжелкий геймплей. Я думаю, история квеста там... Как-нибудь ребятки разберутся. У нас же... Не все игры должны быть хорошей историей. Насколько я знаю, в Коросарах, особенно вот в первых, когда там... Там истории особенно нет. Уходишь по портам, грабишь, развиваешься. Так что в Коросарах, как таковой истории, не было. Значит, диалоги у нас на максимум. Нет, диалоги мы тоже сделаем поменьше. И искусственный интеллект побольше. И вот дизайн уровней побольше. Вот так вот пускай будет. Сейчас это вот вторую игру. Так, новости индустрии. Согласно слухам, японская компания NINVENTO планирует выпустить свою собственную игровую консоль. Нинвента широко известна своей спешности аркадой Динки Кинг. Окей. Много экспертов индустрии сомневаются, что игровые консоли будут популярны. Но мы же стремимся увидеть то, что покажет Нинвента. Хочется сказать Нинтендо, но Нинвента. Звук мы сделаем поменьше, графику побольше. Но это же все-таки все игры не могут быть на один лад. И давайте посмотрим, что у нас получится с игрой под названием Пиратство. Потом, если все хорошо будет для нее, начнем делать сиквы. Вот и справляются баги, добавляются очки дизайна, очки технологий. Ну что ж, посмотрим на оценки критиков, посмотрим, что у нас получится. Понятно, понятно, уровень не получаем. И выпускаем нашу вторую игру. Первая была Древний мир, а вторая, значит, Пиратство. И есть отзывы о нашей недавно выпущенной игре. Итак, ну нет, нет. Ну, как скажете, ребят, я старался. Что-то пошло не так. Нужно, наверное, было больше делать на квесты упор, ведь это РПГ. Что-то не очень у меня оценки в этот раз. Ну, хорошо, на этом я предлагаю закончить. Все вроде неплохо, первая игра была хитом. Ну, как сказать хитом, первая игра была неплохая. Понятно, здесь уже начнутся контрактные сделки. Но в этом мы разберемся потом. Конечно же, если вам будет это интересно, я хочу посмотреть, будет ли интересно вам что-то кроме Майнкрафта. Если да, то ставьте лайки. Если количество лайков будет порядочное, и я пойму, что вам нравится смотреть вот такие вот игры, то тогда будем продолжать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Джейн Си. Если вам понравилось это видео, ну, я уже сказал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока, ребятишки, и удачи вам, конечно же.